Пилот молодёжной программы S&P Racing Александр Смоллер выиграл воскресную гонку девятого этапа Еврокубка Формулы Рено. Предпоследний этап серии прошёл на немецком автодроме Хокенхайм Ринг. Дождь начался уже во время пятничных тестов и продолжился на следующий день в квалификации. На мокрой трассе Смоллер даже успел показать лучшее время, но заезды были прерваны красными флагами из-за аварии Леонардо Лоранди. А после рестарта порядок перемешался. В итоге первую субботнюю гонку Александр начал с третьей позиции позади лидеров чемпионата Оскара Пиастри и Виктора Мартинса. Однако на первом же круге Смоллер столкнулся с Лоренцо Коломбо, который не оставил ему места в повороте. Болид итальянца закрутило, и в этот момент Коломбо выбыл не только из борьбы за гонку, но и за титул в сезоне. Однако поврежденный Рено Александра тоже потерял скорость, и за три круга до финиша Смоллер сошел. Утром в воскресенье над Хоккенхаймом снова палил дождь, однако Александр уверенно показал в квалификации второй результат. Вторая гонка началась за автомобилем безопасности, и за нескольких аварий Сайфетикар выезжал еще несколько раз. Но Смоллер нашел возможность обойти Виктора Мартинса и выйти в лидеры. Победа в Хоккенхайме стала третьей для российского гонщика в этом сезоне. В общем зачете Александр удерживает третье место, и в двух оставшихся гонках еще может потеснить лидеров. Сейчас на счету Смоллера 233 балла, у Мартинса 269,5, а у Оскара Пиастри 283. Финальный этап Еврокубка Формулы Рено пройдет в последние выходные октября в Абу-Дабе.